Подготовка похода – это не только планирование пути, списка вещей и продуктов. Это и большое количество всевозможных нюансов, мелочей. И если не учесть их, то потом можно пожалеть уже в походе. Сейчас я по-быстрому расскажу о некоторых из них. Если видео понравится, ставьте плюс. Продолжим тему в дальнейшем. И не забудьте заглянуть на сайт магазина Art Crafter. Там можно найти много качественных, надежных вещей от легендарных брендов. Там есть часы и ножи, одежда и фонари. Мультитулы и рюкзаки. Мачете и топоры. Очень много всего. А еще у вас там есть скидка 10%. Промокод будет в описании к этому видео. Перед походом нужно обязательно тщательно проверить все свое снаряжение и одежду. И обязательно заклеить, зашить, заштопать то, что неисправно. Лучше это сделать дома, чем в походе. Обязательно нужно загодя заточить все ножи, топоры и пилы. Эту точилку мне лично рекомендовал Тимофей Баженов, мой друган. Тимофей плохого не посоветует. Конечно, основу должна составлять испытанная, проверенная снаряга уже многократно. Но и что-то новое брать тоже с собой нужно. Допустим, в этот поход я возьму новую удочку с катушкой и, скорее всего, вот этот новый прибор, с которым я вообще никогда не сталкивался. Это фумигатор от комаров. Вот такой вот необычный. Попробуем, испытаем. Для этого и поход. Всегда перед походом нужно обязательно лечить свои болячки. Даже вот такие вот царапины. Особенно на руках, на ногах. Потому что в походе это может доставлять очень большие неудобства. Особенно там, в Карелии, где высокая влажность, все это может загноиться и потом составить очень большие неприятности. Тришкой ногтей я всегда занимаюсь где-то за неделю до похода. Хотя нет, обманываю, не всегда. Иногда я этим занимаюсь за день до похода, либо в самом походе. И об этом каждый раз жалею. Ногти нужно стричь заранее, чтобы они немножко успели отрасти. Потому что короткопостриженные ногти в походе, особенно в водном, когда руки постоянно то в воде, то мокнут, то сохнут, то мокнут, то сохнут. В итоге, в общем, пальцы начинают сушиться, трескаться. В общем, дикая боль на кончиках пальцев появляется. А еще за неделю до похода я начинаю пить курсоскорутина. По нескольку раз в день. Он укрепляет сосуды и накапливает в организме, сохраняет витамин С. Он потом в походе понадобится по ночам, чтобы восстанавливать силы. Ну и вообще, чтобы мышцы не очень быстро сильно забивались. За неделю до похода желательно провести активный ежедневный курс физподготовки. Приседать, отжиматься, подтягиваться с рюкзаком натурального веса. Желательно даже больше. Делать пробежки. Это приведет организм в тонус, позволит не сдохнуть под рюкзаком при длительных переходах. С натуральным весом рюкзака нужно совершить один дневной переход. Это позволит вам убедиться в том, что вы его осилите. Перед походом я всегда тщательно изучаю карты в виде спутников и топографические. Запоминаю их на память, чтобы в случае чего в походе можно было ориентироваться и без компаса, и без карты. Перед каждым походом в какое-то далекое от дома место я себе в одежду зашиваю маленький нас. Естественно, он комплектуется в зависимости от условий похода, от местности, от времени года. Вот в этот раз это будет вот такой. Ну и самое главное при подготовке похода не забыть своих зрителей, приготовить для них какой-нибудь конкурс с ценным призом. В общем-то, ссылка в описании к видео. Все будет в группе ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok